О том, что такое диабет, брещанин Станислав Александров узнал в 17 лет. Злую шутку с молодым человеком сыграли государственные экзамены. Алгоритм понятен. Нервы, стресс, больничный лист отдали диагноз – диабет. С тех пор на протяжении 26 лет мужчина самостоятельно вводит себе инсулин в инъекциях три раза в день. То есть регуляция уровня глюкозы постоянно находится в его руках, а значит под контролем и жизнь. Говорит, диабет вовсе не приговор. Ничего страшного в этом нет. Это образ жизни. Диагноз не страшный, с ним жить можно. Я с ним живу уже 26 лет. В принципе, я отучился, работал, имею ребенка. Так что все самое лучшее оно впереди. Бояться не надо. Симптомы, которые категорически нельзя оставлять без внимания – жажда, сухость во рту, потеря массы тела. В группе риска остаются люди, ведущие малоподвижный образ жизни, не соблюдающие правильное пищевое поведение, а также те, кто склонен к стрессам. Но первое место в структуре причин занимают генетические факторы. Первое место из этих факторов риска уже наследственность. То есть те пациенты, которые болеют диабетом, они передают этот сахарный диабет второго типа своим родственникам. И это такой вот замкнутый круг, который может разорвать только сам пациент. Пациент с сахарным диабетом – это мужчина, 45 лет, с небольшим животом, с вредными привычками, курение, малоподвижный образ жизни и отвратительное питание, нарушенное пищевое поведение. Фундаментальную роль играет питание. Это не означает, что человек лишается радости, связанных с едой. Это значит лишь самоконтроль и умение оценивать свои гастрономические возможности. Исключение из рациона сложных углеводов и всего лишь 30 минут ходьбы в день на 50% снижают риски. Я не предлагаю скачать с дивана и бежать за спортивной формой, но, например, было проведено такое огромное исследование в Европе, где наблюдали за пациентом в течение 10 лет. Пациентам с факторами риска развития сахарного диабета. И в течение 10 лет им предлагали только диету и ежедневную ходьбу в течение 30 минут. И это снизило риск развития диабета более чем на 50%. Отсрочило это появление и развитие этого заболевания где-то у 57% на 4-6 лет. Даже у пациентов, у которых уже был преддиабет. Инфаркт, миокарда, инсульт, это слепота, это почечная недостаточность и ампутация. Это основная группа осложнений, которые возникают у наших пациентов. Ведущим медицинским учреждением Бреста и районы, которые располагают опытными кадрами и диагностическим оборудованием для лечения сахарного диабета, является Центральная городская больница, точнее ее эндокринологическое отделение. На базе учреждения также работает школа сахарного диабета. Она считается самой старейшей в Беларуси. Занятия в ней построены в форме открытых уроков, предполагающих живой диалог. Проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия. Деляем внимание пациентам с первым типом сахарного диабета, впервые выявленный, это основной наш контингент. Также в школе обучения проходят все пациенты со вторым типом диабета, которые переводятся на инсулинотерапию. Ну и консультативные вопросы может получить любой пациент из нашего стационара. Даже с улицы приходят люди и спрашивают вопросы, которые их беспокоят, на которые они не могут найти ответа. Даже с инсулинозависимым сахарным диабетом можно жить полноценно. Учиться, работать, создавать семью, путешествовать, соблюдая одно единственное правило – держать под контролем уровень сахара. Второй тип диабета полностью поддается лечению на ранней стадии. Здесь важна диета, прием препаратов и изменение образа жизни. А еще, конечно, сила воли. Продолжение следует...